Впервые за всю историю шашек в Ульяновской области прошел самый масштабный областной детский шашечный турнир. На региональный этап всероссийских соревнований «Чудо-шашки» в Ишеевске многопрофильные лицей съехались более 20 команд со всех районов области, победители муниципальных этапов. Турнир у нас командный. В команду входит три мальчика и одна девочка. Девятого года и моложе. То есть каждый район представляет по одной команде, где-то по две. То есть по городу у нас две команды Митрограда, Тульяновска четыре. Поэтому это одни из лучших, я считаю, соревнований, которые мы сейчас делаем для детей. В начале этого года председателем федерации стал Павел Кокшин. Неоднократный чемпион, тренер по шашкам и шахматам из Муловки Меликесского района. Вообще мы шашками и шахматами начали заниматься пять лет назад. 2 апреля у клуба Муловского ладья был юбилей. Первый юбилей был пять лет. Пять лет мы этим занимаемся. Областную федерацию я возглавил с января месяца этого года. За это время мы провели первенство города Демитрограда, которое собрало 60 с лишним человек. Было первенство Ульяновской области по возрастам. В прошлом месяце мы собрали 50 с лишним тоже человек. Игроков поприветствовал председатель счетной палаты региона Игорь Егоров, который в юности имел второй взрослый разряд по шашкам. С января этого года он входит в президиум областной шашечной федерации. Наша Родина сегодня как никогда нуждается в людях мыслящих, умеющих упорно бороться. Инициатива. Всему этому учит замечательная народная игра шашки. Удивительная по глубине, по красоте. Кроме того, Игорь Игоревич презентовал новый сайт федерации шашки73.ру. Главная его изюминка едва ли не самая большая в России электронная библиотека книг по истории и теории шашечной игры. Эти книги теперь доступны и для игроков, и для тренеров. Все, что издано за последние 120 лет на русском языке, у вас на компьютере. Просто нажмите кнопку. Конечно, важно, если вы попадете, что называется, в руки хорошему тренеру. Но гораздо важнее для любого шашиста читать самому. Среди участников турнира были и опытные игроки. Например, Остап Величко, воспитанник спортивной школы Димитровград и шахматного клуба «Гамбит», который уже участвовал в подобных соревнованиях всероссийского уровня. Я садик занимался, я еще шахматами занимаюсь, и из-за этого начал и шашками заниматься. Мы с папой и мамой иногда дома играем. На турнир по шашкам приехали команды из самых дальних уголков области. Так, команда из Старокулаткинского района во главе с тренером, чтобы успеть на соревнования, выехала из села аж в 4 часа утра. Шашки довольно очень простая игра и очень доступная игра. И поэтому прививать, конечно, надо, наверное, с детских садов уже надо даже, вот, конечно, говорили, что надо вести школу, да, вот эти, как уроки уже, шахматы или шашки. Это дало бы толщок для развития шашек, конечно, и шахматы. Сейчас главная задача Федерации шашек – создать в каждом городе и муниципальном районе области действующий на постоянной основе шашечный кружок на базе общеобразовательных и спортивных школ. В этом вопросе Федерацию готовы поддержать Министерство просвещения и Министерство спорта региона. В этом году Федерация также планирует провести первый в истории области шашечный турнир среди сборных средних специальных учебных заведений, чемпионат области по стоклеточным шашкам и областной турнир по обратным шашкам – поддавкам.